Друзья, всем добрый день сейчас. И с вами Илон Алексеев, а также Сергей Кривов. Я присутствую. Добрый день, дорогие друзья. И у нас гости, которых мы очень-очень давно ждали. И всегда каждый год с удовольствием встречаем здесь у нас в студии «Радио 40». Мне кажется, это уже прекрасная традиция. Вот места нет, арена КТЗ. И у нас в студии Михаил Житников и Сергей Попов. Добрый день. Всем привет. Здравствуйте. Да, просто очень-очень рады видеть, действительно. И сейчас напомню, что у нас также видеотрансляция на страничке «Радио 40» ВКонтакте. Официальное сообщество. Производительное. Мы уже который день вопросы задавать вам. И выберем самые лучшие, самые интересные, чтобы вам задать. А вы потом выберете вопрос, который вам понравится. И эти люди, да, может быть несколько человек, а может быть один человек получит персональный автограф из ваших рук. С удовольствием. Будет очень приятно. Программа, которая сегодня грянет в Калуге на сцене арены КТЗ называется «Для слабых места нет». И насколько я прочитала, она собиралась по желаниям поклонников. Вот почему именно «Раскачаем этот мир» и вот почему именно эта песня дала название этому туру, концерту. У нас, если позволить не сказать, такой двойной смысл заложен. Все узнали голос Михаила Житникова в названии этого тура. Для слабых места нет. Тем самым мы хотели дать понять, что в этот день, скажем так, на этих концертах вы сможете... Вы не услышите слабых песен. То есть те песни, за которые вы голосовали, они, собственно, и будут звучать. Да, ну, кстати говоря, действительно, там и, как бы, это удачная строка из мощного боевика и итоговая черта голосования многомесячного за песней. И действительно, там такая сильная, достаточно подборка композиции. Сколько по времени вообще голосовали люди? Это на вашем сайте же проходило? Да, в самом начале нашего тура, где-то, ну, в течение месяца, наверное, это было вот буквально... Да, перед началом тура, да, тур подзатянулся немножко. Вот, уже фактически второй год мы его продолжаем. Уже два года? Второй год уже пошел. Ну, мне кажется, наверное, на ура воспринимают поклонники этот тур, почему он так подзатянулся. Я же знаю, что у вас сейчас уже 2.0, готовится следующий. Ну, практически уже тур сверстан, и осталось там пару-тройку репетиций, и буквально там через пару недель начнется классическая ария 2.0. Причем, что интересно, у нас будут пересекаться 2 программы, то есть там в середине классической арии у нас будет 1-2 концерта для слабых мест в мире. То есть вы оставляете и такой концерт, и такой концерт? Да, зависит от города и от ситуации. А какая может быть ситуация и город? Как вы выбираете, в какой город это привести? Ну, по большому счету, это не мы выбираем, а те, кто занимается... Организаторы, да? Организаторы, даже директор и прочее. Но не секрет, что не в каждый город можно или привезти, либо, как мы подчас делаем, найти симфонический оркестр. У нас есть, кстати, в Калуге, да. Ну, значит, подумают. Шикарный, да, симфонический оркестр, кстати говоря. Вот я узнала, что еще в 2001 году на одном из московских музыкальных фестивалей был проект «Классическая ария» представлен, ну, на нашествии, грубо говоря. Вот до этого момента у вас был какой-то опыт, или это прямо вот первый раз, когда у вас такая программа была? Ну, конкретно... Классическая ария. У нас с Мишей, так как Миша работает позже, я чуть раньше, в принципе, первый раз мы сыграли с оркестром в составе группы именно в Баре. Так что, и насколько я помню, вот это 2000, да, год. Ну, для меня эта история вообще в 15-х годах только началась, поэтому... Ну, интересен выбор дирижера. Я вот сейчас скажу про дирижера. Ульф Вандербрандт зовут дирижера, между прочим, ведущий шведский дирижер, художественный руководитель шведского симфонического оркестра. Играл он также, дирижировал с чешским национальным симфоническим оркестром и прочими, и прочими. Кроме того, он еще сам, не по образованию, он еще был барабанщиком в группе. О, а какой? Зимой это близко. Название не скажу. В шведской? Не знаю, да, шведской. В шведской группе. Потому что он не просто так со стороны, он понимает, о чем речь именно в стилистике музыкальной. Я посмотрела его фотографии и заподозрила в нем рок-н-ролльщика. Кстати, а почему вот, например, выбор пал именно на Ульфа? Вы с ним где-то познакомились? Как вы вообще вот нашли его? Ну, можно сказать, что выбора не было, когда мы только его увидели. Счастливый случай. Да, это нас познакомили, ну, вообще знакомились. Наш пиар-менеджер Наталья Ступникова, она побывала на его концерте, и вот эта кандидатура была предложена, и можно сказать, что дальше мы уже не искали. То есть после того, как мы познакомились, я уж после того, как прошел, прошли первые концерты, по-моему, настолько всем все понравилось. Обоюдно. Да, обоюдно. Причем я сейчас даже не беру даже зрителей, которые в восторге всегда, и которые даже скандируют на концертах имя Ульфа. Вот мы друг от друга просто в таком эстетическом шоке, потому что, как же, нам все это нравится, и не можем остановиться уже от третьего. Да, на этих концертах он часть, скорее не часть оркестра, а часть группы. Реально. А вот в его, как бы, вот этой истории, потому что, ну, там достаточно такой солидный список исполнителей. Вот были рок-группы или в Ария Первая? Насколько я знаю, были. Да. У него даже в Москве, по-моему, была такая программа рок-композиции, ну, как бы, шведские хиты, ну, еще что-то типа того, ну, в общем, были. Но он не работал до вас именно с русскими рок-группами? Нет. С русскими рок-группами нет, наверное, мы все-таки были первой российской рок-группой, но он был замечен на концерте в жанре поп-музыки, по-моему, на юбилей Дмитрия Маликова. Ну, я там посмотрела, там и Сьюзан Бойл, и Тайп, и другие, и другие. Ну, да, 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 абсолютно, то есть портфолье очень синее. Ну, вот нас как раз рок-н-ролл же интересует, в первую очередь. А вот интересно, вы там вообще, вот вам, может быть, нравились какие-то концерты западных исполнителей с симфоническими оркестрами? Вот вы опирались на опыт каких-то групп, которые уже выступали, чтобы это использовать, какие-то вот фишки в своих концертах? Нравились, конечно, это начинается с Deep Purple, заканчивается той же Metallica. Ну, а если говорить о том, чтобы опирались или что-то заимствовали, скорее нет, потому что, в принципе, формат-то достаточно какой-то консервативный. То есть мы играем свою музыку, просто мы играем свои партии, но просто еще с нами играет оркестр. Поэтому достаточно все академично, но в этом есть своя прелесть, свой кайф. Ну, надеемся, что все отлично у вас пойдет, а 2-0 это потому, что вы продолжаете уже этот тур? Это вторая версия, то есть мы изменили программу, то есть мы первую программу откатали, сейчас вторая, видимо, измененная. А там те же песни останутся или другие какие-то будут композиции? Пискар обновлен, да, что-то, конечно, придется повторить, но и какие-то новые песни. Михаил, а у вас какая любимая композиция там? Там, где это... Вот именно с симфоническим оркестром, которым вы исполните. На самом деле, ну, неблагодарное дело выбирать какую-то любимую композицию. А может быть, оборот какая-то была сложная?